АРКТИК КОННЕКТ Соглашение, подписанное между Ненецким округом и Мегафоном, направлено на взаимодействие при строительстве отвода от линии «Арктик-Коннект», которая обеспечит качественную связи жителей региона и совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений. От этого кабеля будут проектироваться отводы в прибрежные поселки Амдерма Индиго-Бугрино. Продолжается декларационная кампания 2021 года. В Ненецком округе на сегодняшний день представлено более полутора тысяч налоговых деклараций по форме 3НДФЛ, большая часть в электронном виде. К личному кабинету с начала года получили доступ 185 налогоплательщиков, что на 53 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При заполнении декларации в личном кабинете программа подсказывает, как заполнить документ, автоматически подгружает сведения о доходах и другие данные налогоплательщика. Отчитаться о доходах за 2020 год необходимо тем, кто получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею более 15 тысяч рублей, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников и продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения. Напомню, заполнить декларацию можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, в МФЦ и с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет». Декларационная кампания завершится 30 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова В Ненецком округе стартовала подготовка к 9 мая. Так, в региональных офисах МФЦ начался прием фотографий участников Великой Отечественной войны для цифровки и ламинирования. На сайте МФЦ сообщается о том, что принести фотографию можно в любой многофункциональный центр Ненецкого округа. Там же нужно будет заполнить анкету, указав данные изображенного человека. Принимаются фотографии, на которых изображен один участник войны. Групповые снимки не принимаются. Главная цель акции – помочь населению по цифровке и увеличению архивных фотографий для использования в акции «Шествие бессмертного полка», а также в помощи учреждениям культуры в сборе исторических материалов военных лет и формированию электронных архивов. Получить исходные и заламинированные фотографии можно будет в том офисе «Мои документы», в который они были переданы. С 26 апреля по 30 мая жители города смогут отдать свой голос за объекты, которые планируются благоустроить в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование будет проходить на едином федеральном портале, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Принять участие в проекте могут жители округа в возрасте от 14 лет. Все три территории, участвующие в голосовании, предложены самими горожанами. Первая территория – Первомайская, 34. Там проживают очень активные горожане и сейчас идет строительство нового дома. Вторая территория – прогулочная тропа в лесу микрорайона Сахалин. Там не хватает нормальной рекреационной зоны. Третья территория – спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные – в соответствии с рейтингом в последующие периоды. Очередные решения о послаблении режима повышенной готовности, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, приняты на заседание оперативного штаба. Работу кафе, ресторанов и кинотеатра продлили на один час. Теперь заведения смогут работать до полуночи, раньше – до 23 часов. В то же время в округе продолжается вакцинация от COVID-19. Привито порядка 8,5% населения. Это более 3700 человек. Из них 2400 жителей полностью завершили вакцинацию, сделав прививку вторым компонентом вакцины. Напомним, вакцинация проводится во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в Центральной районной поликлинике Заполярного района и в сельских медучреждениях. Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Наринмаре и поселке Искатели можно на портале госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Вакцинация жителей сельских населенных пунктов осуществляется по заявке местных медиков, которая формируется, исходя из запросов населения. Спортивные соревнования по лыжным гонкам «Северное сияние» имени Ивана Чупрова пройдут с 9 по 11 апреля на лыжероллерной трассе. Согласно положению, 9 апреля в 11 часов на лыжне будут соревноваться участники с 5 по 11 классы, в 13 часов студенты. В этот же день в 18 часов пройдет гонка классическим стилем среди мужчин на 10 километров, среди женщин на 5 километров. На следующий день, 10 апреля, в 10.30 в спринте свободным стилем будут соревноваться юноши и девушки 2001-2004 годов рождения. Мужчины и женщины старше 2000 года рождения, а также ветераны 1960-1980 годов рождения и старше. В этот же день в 12.30 пройдут соревнования среди воспитанников детских садов, в 13.30 среди учеников начальной школы. В последний день соревнований, 11 апреля, в 10 и в 10.30 утра будут массовые заезды среди мужчин и женщин на дистанции до 30 километров. Участникам соревнований необходимо подать заявку, заверенную медицинским работникам. Для школьников и детсадовцев заявка должна быть заверена еще и руководителем образовательного учреждения. Уточнить информацию о соревнованиях можно по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. С 22 по 28 марта в Ненецком округе выявлено 6 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ненецкому автономному округу. Напоминаем, что завождение автомобиля водителем, находящимся в состоянии опьянения, или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В этот же период с 22 по 28 марта в округе произошло 26 ДТП с материальным ущербом. К счастью, в авариях никто не пострадал. Выявлено 306 нарушений правил дорожного движения, часть из них с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Жители Ненецкого автономного округа старше 16 лет смогут выиграть билеты на фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Для этого нужно придумать и создать альтернативный постер к фильму. Конкурс проводит кинотеатр «Арктика». Работы будут приниматься до 8 апреля. Результаты объявят 9-го. Победители конкурса получат билеты на показ фильма «Майор Гром. Чумной доктор» и комбо-наборы от кинобара «Арктика». Победители выберет режиссер фильма «Алектрофим». Основные критерии – оригинальность исполнения, кинематографичность и зрелищность постера. Для участия в конкурсе нужно опубликовать работу ВКонтакте или в Инстаграме. Более подробно ознакомиться с условиями проведения конкурса можно в официальной группе кинотеатра «Арктика» ВКонтакте. Напомним, режиссер фильма «Алектрофим» – уроженец Ненецкого автономного округа. Он известен как режиссер художественного фильма «Лед». Его очередной фильм «Майор Гром. Чумной доктор» выйдет в прокат 1 апреля. Посмотреть его жители округа смогут в кинотеатре «Арктика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова